так привет сегодня мы очень коротко поговорим про то стоит ли покупать тел 1 lpc вообще так более интересно иметь название на самом корпусе то танк совместно с группой of spring ну-то панк рок-группа там с 90-х я и в свое время не особо слушал то что я слушал другую музыку как видим здесь у нас с одного борта против лазь другого звезд spring тут история самого танка в общем то как он историчный бы что мне не понравилось если бы он назывался против life по принципу тоже прямо викторий так далее потому что если он будет отображаться он будет отображаться как тел 1 lpc мы добавляем сравнение видим тело 1 lpc человек думает что это какая-то хрень за глобалку что это какая-нибудь хрень там сборного магазина что это какая-то хрень там за рефералку и все получается это премиум танк за который мы платим живые деньги у которого вроде интересный камуфляж даже 3d стиль тут видим гитары тут скейты в общем то он выглядит достаточно интересно стилизировано тут и гитара есть и все по внешнему виду вроде как на больших вопросов нету но вот это название она значительная как-то заменяет перед также защитнику назывался как защитник ренегат как ренегат а этот l1 lpc это как будто назвали куда легкого танка реально типа танк light 1 lpc какой-нибудь там ну совершенно дурное название но не не логично ни к чему не привязана ну только кого какой-то исторической модели каком-то концепт и так далее его можно брать но нужно быть готовым к тому что будет формить он форме то он будет но играться будет не совсем комфортно почему 280 альфа это отлично это лучше чем 230 240 пробиваемость 208 это нормально премиум снарядом он имеет пробитие 280 но это поинтересно 208 280 это разница дпм можно где-то 2 102 150 сделать но то что у него минус это бронирование корпуса она как бы достаточно странная чем-то танкова посыл по размерам катков все он очень похож на британскую на школу танкостроения хотя здесь фронтальной части вроде как и вот эти вот башенка то люк мехвода он вроде как и в американских традициях но при этом бронирование у всех танков 8 уровня которые там сделаны на основе пешенка тот же пешенки паттаны и так далее тот же т26 и 5 из у них у всех бронирования корпуса выше у обычного самого обычного пешенка 101 миллиметр или 102 здесь мы имеем 88 50 25 хотя у других танков 76 здесь борт вообще ну 50 миллиметров борт это чисто британская фишка смотрим по башню нас башня похоже на паттана но при этом 177 миллиметров маски во лбу 76 борта потому он будет пробиваться также это люстра командирский лючок но хотя бы обзор 400 метров но насколько я смотрел по видео он пробивается в эту маску достаточно уверенно легко и просто реально можно в эту фигню выцелить думаю в люк и все потом он как бы от башни он играет но только с большого расстояния на это пушка не даст он поиграть с большого расстояния если вы кого-то будете танковать то и в ответ не сможете выдать должное пробитие и вот это вот колонка которая размещена по принципу фары у паттана 10 вот здесь но она хреново она реально отвлекать глапана где-то там сбоку снизу здесь где-нибудь короче ребята обсуждают этот танк а вы можете обсудить его в комментариях написать свое мнение стоит ли его покупать всем спасибо всем пока подписываемся на канал